Доброе утро, мои дорогие друзья! Мне, наверное, этого не понять никогда. Мой муж утром встал, он сегодня очень рано ушел. Он сегодня утром встал, мясо себе пожарил, яичницу себе сделал, сосиски себе отварил. Я не знаю. И такое ощущение, девочки, вот честно я вам говорю, ребята, что здесь просто мини-свадьба была, мини-дин рождения. Как можно было? В микроволновке он молоко подогрел, там все вылилось. Я не знаю, ребята, а потом я ему позвонила, говорю, ты где? Он такой, он домой поехал. Я тоже хочу домой, если честно, сегодня хотела домой, но он один уехал. Я ему говорю, что ты на кухне натворил? А он мне такой говорит, что я натворил? Позавтракал? Я ему говорю, ну как можно было? Он говорит мне, стаканы, ладно, это за ночь, наверное, остались. Но как можно было? Два, три кружки, он говорит, слишком горячая была. Я перевел в другую кружку, потом она остыла, я подогрел, опять было горячее, перевел в другую. Короче, три кружки из одного какао. Ну какао, это вообще, ребята, какой-то, я не знаю, у меня, у меня такой муж, вот ему что-нибудь скажешь, вот, готовить, да, вот он себе, я еще это сделаю. Девочка, может, две сковородки. Та не такая получилась, это не так получилось. Здесь он, не знаю, вот, ну вот, вообще, не заморачивается. Он сам себе говорит, да ладно, моей жене нравится, он мне такой говорит, ну, ты бы сейчас проснулась, нету тарелок, нету ничего. Тебе, наверное, было бы скучно. Я же вот за тебя, еще главное, обеспокоюсь, какая ты все-таки странная у меня, представляете. Ну, а то, что ему скажешь? Сегодня смотрела свой ролик, сама свой ролик смотрела, у кровати пока дочка спала. Плохо спала, потому что он убрал занавес, убрал все, и прям солнце заходило. Сегодня сказала я ему, и с тем, я не могла спать толком. Да там и видно, наверное, через окно, так близко дома друг к другу, как мы дрыхнем, это все. Он такой, я сегодня повешу занавес, повесит. Не могу я так. Так, вот это полоскну, остальное тоже помою. За воду я плачу. Вы не думаете, что у меня вода бесплатная? Мне говорят, как вы много воды тратите. Ой, прям по всему придираться. Девчонки, трачу сколько надо. Для меня полоскнуть, это очень важно, чтобы чисто полоскалось. Понимаете? Потому что, кто-то, наверное, думает, что я за воду не плачу. Он вам показывал свой счетчик. И скопить его ходит за воду, если честно сказать. Вот я сейчас мою горячей водой. Ну, не кипятком, а вот теплая вода. Сколько с тартаном. А вот знаете, тоже скажу. Сейчас я, например, вот, ну, вот, например, вот не помою я. Мне надо куда-то идти. Мой муж придет, помоет посылать. Это я точно знаю. Моя дочка пошла томасика выгуливать. Вчера я поздно прошла с парикмахистой. Здесь он сосиски варил. Я ему говорю, я же вчера ужин приготовила. Вас всех накормила. Ни одну тарелочку не оставила. Ничего не оставила. Пошла спать, типа. Почему утром просыпалась? Я такое ощущение, что на кухне, на кухне, я не знаю. День рождения кто-то без меня отвечал. А он смеется. Ну, ладно. Не буду продираться, потому что есть вещи, которые, которые девчата, если честно сказать, ерундовские, да? Ну, просто вот даже Тойота, я даже не знаю, он пользовался ими, или нет. Даже вот не видно, что он просто, может, вытащил и сюда поставил. Вот не знаю, девочки. Потому что вообще не грязный моя дочка. Я искала, включи возьми. Если что. Микроволновку тоже надо помыть, потому что все, все заляпал. Ну, когда ты живешь не одна, а с кем-то, да? Они получаются так, как ты хочешь, как я хочу. Мне, например, ну, очень нравится, когда утром стало, кухня такая чистая. Ну, если я, например, за ночь поругаю их сильно, там, да, будет чистым. А если я ничего не говорю, пару дней и все, девчата. Вот, а эти две тарелки, какой две, три тарелки. А, это, наверное, было для сосисек, это для мяса. А если я вам скажу, что-то приготовь, это вообще ни одной тарелки не остается. Вот настолько. Другая одна, наверное, для хлеба. Что? Нажми. Каждым разом больше хочет быть самостоятельной, девочкой. Давай, готовьтесь, поедем. Я, Горни, сегодня не могу. Потому что у меня сегодня муж в ночную и уходит. И главное, он в ночную и уходит, девочки, и он завтра тоже работает. Короче, получается, что вот он сегодня в 10 часов ночи уйдет. И потом он должен, я не знаю, во сколько придет, в час, в два, в часа ночи придет. И потом он в 4 часа уходит на свою работу, да. И я говорю, нет, так нельзя. Дядя будет работать. Надо ему дать отдохнуть. Вот сейчас говорю, на даче. Ну, дома у нас там, да. Она мне говорит, ну, тогда, тетя, можно... Давай вдвоем пойдем. Ну, Мерей тоже с собой возьмем. Ой, это Мерей, я уже в супе у меня выходил, девочки. Ну, а что делать? Ребенок, и причем обратно повторяюсь. Мне ее очень жалко, девочку. Она неплохая девочка. Сама по себе, понимаете? Так. Запахи до сих пор не чувствую. Абсолютно. Вкусовые качества тоже у меня поменялись. Вообще вот, то, что раньше мне казалось, как это вкусно, сейчас как-то, не знаю. И все равно же жула, девочки. Сегодня, сегодня хаусский чай выпила. На что это на меня, видать, не влияет. На мой этот. Я говорю, позови, Мерей, у нас ты так хочешь. Вы позови, пойдите погуляйте днем. Ну, уже потихоньку девочки привыкать начинают. Пускай выходит самостоятельно. Одну, ночью, конечно, нет. Сейчас еще 12 часов нету, поэтому днем, ладно. Часик может погулять, два. Смотри, чтобы телефон с ней был. В тот день была у нас Мерея. И вот, ребята, она мне говорит, и все, тем, что-то они хотели и нету в доме. Вот сейчас не помню, девочки, что они хотели. Что-то они хотели. И мне говорит, нету. Я говорю, ну, если нету, иди купи. Иди купи, и она смирее уходит покупать, девочки. Уходит покупать, телефон с собой не берет. А это же вот здесь, прям рядом. Магазин прям дорогу перешла, и все, и рядом. Но я ей потихоньку уже, как говорю, я вам доверяю, да? Я не знаю, что она хотела, яйца, что ли, купить. Я не помню, девочки, что она сказала. Что-то она сказала. Ну, иди купи. Она идет смирее, я ей даю денег. Она идет смирее покупать. В этот момент, если он говорит, я проголодался, я там ему что-то готовлю. И на часы смотрю. 5 минут нету, 6 минут нету, 10 минут ее нету. И постоянно на часы смотрю. Говорю, что она, я так переживаю, что он, да, успокойся, успокойся. Уже, девочки, 15 минут ее нету. Я уже не могу, я вижу, что из целого обуви одевает и выходит. Не могу говорить, пойду посмотрю. Выходит. Выходит. Что, сейчас дядя придет, говорю, он тебе устроит. И всегда с предупреждением. Потому что я, девочки, тоже понимаю, я, что же не дура. Я же не буду всегда за ней вот так, да. Она должна быть как-то чуть-чуть самостоятельной. Я не знаю, что он здесь сделал, девчонки. Все, значит, все, задница сгорела. И я очень переживаю, когда ее, ну, она куда-то пойдет, даже вот с собакой, да, вот хоть днем, да. Я как-то, хотя здесь еще таких случаев я не слышала, да, там в городе у нас, да, что там ребенок там пропал или еще чуть-чуть такие же вещества бывает слышно. Но за ней, так как она не самостоятельная, да, но она не приученная, да, к самостоятельству. Потому что я не пускаю, я виновата, я знаю. Но лучше возле меня и все. Потому что дети бывают разные. Есть дети, которые немножко такие шустрые. Моя нет. Моя еще наивная, моя еще, еще, еще ребенок, ребенок, понимаете? Сама по себе. Все в свое время. Какой ужас. Что он с ней сделал? Я не люблю такие сковородки. Для меня, по-моему, это самая такая, знаете. Она мне, я сейчас кроватю беру. Я еще кроватю уберу, но я там проветриться оставила. Вот тут дедушка. Вот, если не оставляете, да, постоянно делаете. Вот. И если вот сготовила, раз так, помыла попу. И всегда попу чистая, девчонки, у сковородки. Всегда. Самое главное, не оставлять. У меня там в доме есть одна сковородка. Ой, там уже не очистишь ничем. Ты видела такой красивый? Видела себя? Где-то мой красивый, да? Проводка. Сделала уже проводка? Да. Молодец. Какая-то у меня помощница уже растешь. Смотри, какая попа чистая у сковородки. Вот так я люблю. Маленький. Такой маленький. Видел, маленький, как корова вырос. Бычок целый. Перестань. Какой перестань? Это три. Да вот такой. Азюзя. Азюзя. Он же как корова. Покажи девочкам. Бычок. Какой красивый. Какой красивый. Красивая твоя тетя? Смотри на нее. Ой, еще не показала вам. Смотрите, какая попа. Вот так. Может где-то еще есть? У меня с озарением тоже есть. Вот есть чуть-чуть. Видите, да? Ну ладно, херс. Вот так. Тут. Тут тоже не лучше, девочки. Посмотрите. Вот никогда я вот так не оставлю. Я не знаю, почему вот эта печка так делает. Почему вот эта печка сделает? Чуть-чуть. Не могу понять. Ну вот как вы термите. Уже одним разом прошла, сразу уходит. Чуть-чуть. Постоянно я молю их. Постоянно, девочки. Вот честно говорю. И все равно постоянно. Как мой муж их возьмет? Все, девчонки. Они не очень хорошо обмываются. Сами по себе тоже. У меня зрение уже. Как хорошо, что я эту собаку купила постоянно. Она с ней как-то занимается, играется, знаете. Хорошо, что у меня там аськи есть. Я вот видите, со своими сковородками. А ей это разве интересно? Конечно. Очень плохо уходит здесь. Потому что надо вот именно по кругу. Это не очень хорошая поверхность. Вот у другой сковородки хорошая поверхность. Она быстро. Она такая грубоватая. Она быстро. А это такая нежная. И вот она очень тяжело уходит. И главное еще и незаметно. Сегодня у меня из Махачкала моя подруга. Уже сына. Девушку заспатала. Уже в моем возрасте внуки есть, девочки. У меня так слыхает. Да. Быстро время летит. Столько понравилось, и вообще ничего. Не ходи без тапочек. Я вижу, что у тебя носочки есть. Все равно одевай тапочки. Ну, вот так, короче. Не буду больше заморачиваться. А тут что он делал? Я не знаю, вам не знаю. Моя будет самям дожарила. А там, наверное, я еще это делал. Вот тут картошку что-то жарила, не знаю. Смотрите. Блестящая была. Ну, вот это быстро чистится. Это раз, 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 раз. Она быстро. Чуть-чуть, просто так-то подделаешь. Сейчас смотрела передачу за Дубай. Вот я не знаю, чем так люди прям балдеют от этого Дубая. Не нравится мне девочки все равно. Вот, не нравится мне этот Дубай. Чего бы там не было, как бы там не было, не поехала бы я в этот Дубай. Какие-то странные люди там. Все равно мне нравятся больше европейские страны, девочки. Если честно сказать. Лучше бы я в Ташкент поехала бы. Чем этот Дубай. Все прям рекламируют его, рекламируют его. Нашла? Молодец. Искала я так. Поставь туда в каллигуре. А где была? Да, они по форме были. Ты находилась у меня? Ага, это какой-то масик. Во, мои тапочки ворует. Вот так, девочки. Сейчас мы уже не выходя из дома, где только не побыть. Хочешь? Лос-Анджелес раз так набрала. Лос-Анджелес. Ну, конечно, это не все равно. Но вот я вам тоже скажу, да? Не знаю. Есть же другие люди, которые умирают, любят путешествия. Нет, девочки. Вот я не из тех. Я у себя дома дома выйду, пальню свои деревья со своими животными. Мне так нравится вот это все, да? Мне как-то это... Вот куда-то поехать там. Культуру. Да сейчас ты инфонат есть. Зашла в инфонат и ты культуру узнала. Даже там лучше расскажешь, чем ты когда поедешь. Потому что все равно же, девочки, я все уважаю. Есть люди, которые говорят, ой, путешествия для меня. Нет. Ну, может быть, потому что люди столько не ездили, сколько я. Я же... Еще у меня отец же в Туркмен. Мы же постоянно с мамой летали в этот Туркменистан каждое лето. Потом... Потом у меня же тетя из Актауи, Шевченко, да? В Казахстан. Мы же туда тоже постоянно ездили. Постоянно. Это же постоянно ты в дороге. Потом я в Испанию замуж вышла. Девочки, это же тоже туда и обратно, туда и обратно, домой. Это все тоже, девчонки, это же нелегко. Понимаете? Этот чемодан, этот... Ой, как мне надоело. Мне нравится у себя, думаю. Вот не знаю. Нравится и все. Наконец-таки. Неужели я помыла эту посуду, а? Какой кошмар! Какой ужас! Зачем я жалуюсь, если я это люблю, как говорила, и он сказал. И на самом деле он прав. У меня даже бывает такое, что я вытаскиваю все тарелки, перемиваю их заново. Ну, потому что я вот, если пару недель не прихожу, у меня такое ощущение, что там же вот дна нету, что туда пыль заходит, девочки. Вот так. Вот и все, почти прибрала с тарелочки. Почти все сделала. И сейчас плитку помыть. Плиту помыть. И тут пропылесосить. И отдыхать, алькуша. А, у меня еще микроволновку надо помыть. И чуть-чуть, наверное, полы протру. Знаете, в таком... В этом... Ну, влажную такую сделаю горочку. И буду кайфовать. Арая, гурай, гаря, буду делать. У меня сегодня... Планы большие, девочки. Уможно что-то делать. Так что вот так. Так, это чуть-чуть... Печку чуть-чуть помочу. Пускай. Чуть-чуть будет. Чего-то там моя дочка интересная. Это на сегодня плов буду делать. Хочешь ороском пою? Не любит уже. Окей. Секеровой осер. А че ты хочешь? А? Кей там алю. И че ты хочешь? Ну, скажи, что? Ну, сейчас не хочешь ничего. Потом на обед что готовить? Вот, делай что хочешь, а потом я сделаю лоб, ты скажешь. О, она пылесосит, девочки. Видите? Сама. Она пылесосит. Молодец. Ай, солнышко. Девчата, неужели я привела в порядок все? Сейчас чай поставила. Девочки, вы не поверите. Вот честно говорю, да? Вот вообще никогда мне дочка не помогала, да? Посмотрите, пыль вытерла. Пропылесосила. Девчонки, со стола убрала. Это моя кофта. Я поставила. Сейчас чай приду сюда пить. Тут пыль вытерла. И знаете, какая это помощь? Вот на самом деле я сейчас и кроватку она ему застелила. Смотрите. Смотрите на этого шайтана. На этого шайтана, смотрите. Видите, Шайтан? Он не Шайтан? Опять химикат. Это дядя, да, тебе купил, а? Опять дядя тебе принес эту гадость. Девчонки, какая большая помощь, а? Вот сейчас мне это не надо делать, понимаете? Вот сейчас она пропылесосила. Пыль вы здесь собрала. Все. Теперь буду почаще ей говорить. Сделай тут, сделай это, девчата. О, свои курточки убрала отсюда. Молодец. И тут пропылесосила. Она пылесос сюда принесла. Наверное, кухню хочет пылесосить. Сейчас я тут... Видите, вот эта вода, да? Надо тарелки его помыть, Тумасика. Ну, сейчас я чай сперва попью. Вот такие у меня дела, девчата. Ой, как я люблю, когда вот так порядок все. Эти фрукты все вытерла. И что-то поставила фрукты вот так сбоку, да? Ну, не кушается, зараза, не кушает. Вот что делать, а? Смотрите на Тумасика, как он блестит. Как она его... Она его неделю-наде раскупает. Ну, ножки моет там, попу моет, тело. Вот я не знаю, моет, не моет. Я даже не смотрю. Она за ним сама ухаживает. Я не ухожу, и девочки. У меня времени нет. Девчонки, чай себе сейчас залью. Как хорошо, что это чайник вместо, Иван. Читая ваши комментарии, диву даюсь. Такие вы молодцы. Сколько у вас фантазии, девчата. Думаю, знаете что? Чтобы никого не обидеть, да? Мне там одна написала. Назови петуха сева. Не хочу, девочки, да? Зачем мне это надо? Я нажал, назову курицу ржавую. Курочку назову ржавой. Ну, чтобы никого не обидеть. Другую курочку назову, ну, кулясик. А петуха назову, назову, это в конце скажу, как петуха назову. Потому что будет интересно. Я еще подумаю, там еще комментарии есть. А петуха, ну, че, девчонки, вы все мне пишите, там, Петя. Так, мне одна понравилась, как написала. Петрович назови. Вот назову Петрович, девочки. Мне очень понравилось. Заварила я себе чай. Так, чаю хочу, девочки. Не знаю, как вы. Ну, наверное, с чем. У меня малина есть, девчонки. Может, с малиной чай попить. Или с медом лучше все-таки. Давайте с медом. А то я ни малину не чувствую, ничего не чувствую. Вообще вкуса еще нет, девчонки. Девчата, нету пропалков. Вот этот мед я купила себе, этот, кремоса. Как хорошо, что эти ногти убрала. Надо их постричь. Надо их постричь. А то вот такие, как лопаты. Зачем они мне нужны? Отстригу. Так, девчонки, приятного вам всем чая пить. Я тоже пойду чай выпью спокойно. Потом уже, если она пропылесосит, хорошо. Не пропылесосит, сама пропылесосит. И уже влажной тряпочкой пройдусь. И все. Хочу занавес снять, девчата. Вот поэтому так я сделала. Хочу занавески снять. Хочу занавес тоже помыть. И подоконники немножко протереть. Я вам всем благодарна за ваше участие. Большое вам спасибо. Я смотрю, вам ролик понравился. Вам петушок мой понравился. Мне тоже очень понравился. Девчонки, он такую радость мне дает. Прямо вот сейчас хочу домой. Это зараза с утра уехала. Я так хочу домой. Наверное, после обеда поеду. Люблю вас. Целую. С вами была Наталья Курбанова, Испания. Заходите чаще. Всегда оставляйте ваше мнение. Потому что я к вам прислушиваюсь. Пока, мои милые.